так друзья всем привет в этом видео я сделаю обзор ванной комнаты ремонт под ключ в городе елабуга это дом пятиэтажка ну соответственно здесь потолки низкие комнаты маленькие и вот такой вот санузел совмещенный который здесь сделал я придя на объект ну тут были как что голые стены демонтаж был произведен полностью и не было напольного покрытия то есть бетонная стяжка была полностью убрана там стены тоже были очищены от где-то краски где-то обои в общем были все очищены и там ну за техника тоже была убрана и вот передо мной пристала такая вот бетонная коробка с которой нужно было сделать красивый ремонт красивый и качественный ремонт естественно просто так взять тупо и начать ложить плитку как многие думают что ремонт начинается с того что плиточник приходит и сразу ложит плитку нет нужно сначала подготовить подготовить стены подготовить полы то есть все подготовить к тому чтобы приступить к укладке плитки естественно тут с полами было свои нюансы тоже нужно было вывести в уровень с коридором но коридор тоже пока у нас тут по основанию было не готовы поэтому нужно было учитывать тоже высоту комнаты вот относительно этих всех параметров я сделал уровень пола сделала чуть ниже чтобы можно было при укладке керамогранита на пол уже выйти в в уровень с коридором потому что в коридоре будет линолеум и соответственно высота у него не такая высокая и чтобы не было таких вот высоких глубоких переходов я вот вывел в общем все в один уровень далее у нас были стены стены тоже требовали дополнительной подготовки то есть установил маяки на каждую стену задал геометрию комнаты потому что геометрия нарушена была но это естественно потому что застройщики они никогда не заботятся о том чтобы стены были идеально ровными и геометрия комнаты была тоже на уровне но это дом кстати не такой первой свежести поэтому застройщики в тех времен не заботились по общению о чем им было все равно им нужно было результат им нужно было построить дом чтобы в нем жили люди сейчас современные застройщики делают так что нужно построить дом чтобы заработать деньги ну соответственно живет там кто-нибудь или не живет это уже не проблема им нужны просто деньги им нужно построить и продать все ну вот а раньше как бы делали все для того чтобы люди в каких-то мах жили ну и соответственно качество конечно от этих всех застройок было не очень ну вот теперь вот нашими силами мы пытаемся нашим поколением нашими силами мы пытаемся это все изменить и исправить ну то есть привести в тот вид который он и должен был быть так ну что ж после штукатурки стен которые я здесь сделал в этой комнате задал геометрию установил гипсокартонную перегородку ну так как здесь проем дверной был смещен очень близко к стене и для того чтобы вот это пространство не пропадало зря я решил сместить дверь а чтобы вот этот промежуток поставить можно было стиральную машину ну и соответственно дверь посередине она никому не мешается она открывается и то есть доступ с обоих сторон был свободный после того как я установил эту гипсокартонную перегородку ну естественно перед это мне пришлось нести эту бетонную перегородку чтобы установить гипсокартон ну и установив гипсокартон я понял что стена которая у нас осталась примыкание вот этой бетонной стены она просто идеальной кривой зазор там был примерно два с половиной сантиметра вот ну куда деваться пришлось теперь не отштукатурить еще и гипсокартоновую стену для того чтобы выровнять вот эти две плоскости в одну это сделал потому что других вариантов нет но нашла гипсокартон там сгородить слоя я тоже не хотел проще было отштукатурить ну по мне так тем более штукатурка была в нужном количестве ну вот в общем продолжая ремонт все уже подготовлены стены готовы и нужно было теперь делать сантехнику сантехнику это тоже были свои нюансы полотенцесушитель который стоял изначально он был м-образный сначала конечно загадочи хотела его оставить но спустя какое-то время все-таки решил что новый полотенчик есть новый полотенчик и нужно будет его тоже заменить в общем заменил я полотенчик на новый в виде лесенки у нас следовала гипсокартонная перегородка установка инсталляции установка ванны в общем установка всей сантехники далее также был натяжной потолок белый границ с установкой всех точных светильников я светильники рассчитал так чтобы вся площадь ванны освещалась равномерно ну тут в общем 5 точных светильников на потолке она об этом тоже чуть позже покажу так ну что ж все теперь обзор ванной комнаты поехали так ну что друзья вот теперь переходим к самому обзору ванны здесь у нас три атрибута которые необходимы в совмещенном смысле это ванна это раковина и это унитаз в данном случае у нас инсталляция подвесной унитаз почему я всегда предпочтительно рекомендую инсталляцию ну об этом можно говорить долго могу даже снять отдельное видео в чем разница и превосходство инсталляции от унитаза ну коротко об этом скажу то что удобен в обслуживании удобен в эксплуатации ну остальное уже можете будет посмотреть в отдельное видео которое я сделаю относительно данной темы там унитаз и инсталляция что лучше так в этом месте как я говорил уже будет находиться у нас стиральная машина а для этого я вывел кран и сифон мини сифон для стиральной машины ну специальный чтобы неприятные запахи не поступали в комнату пока стиральная машина отсутствует в данном месте так раковина раковина у нас тут шириной 60 сантиметров имеет она тут две выкатные полки так нижняя и верхняя так ну вот особенность данной раковины данной полки в том что если вы установите здесь сифон обычный то он будет задевать вот эту вот перегородку ну есть такой вариант чтобы подрезать перегородку либо поставить вот такой вот сифон данный сифон нашел сам заказчик в магазине в местном городе Елавога и вот установив данный сифон мне не пришлось подрезать полку и она работает удобно закрывается полностью также здесь внизу вот есть канализационный выход и вот нижняя полка она упиралась в эту канализацию и соответственно не давала полке закрыться полностью поэтому вот эту планку мне пришлось сместить на 3 сантиметра чтобы вот эта вот канализация не мешала полностью закрыться полочке и вот теперь она тоже у нас плотничком заходит на свое место вот такие вот доработки пришлось сделать с этой тумбочкой также установил два крана которые отсекают смеситель в случае необходимости если вам нужно перекрыть можно перекрыть прямо тут не прибегая к основным кранам которые находятся в шахте далее у нас идет смеситель фирмы Kaiser стилистика данного смесителя подбиралась с учетом того чтобы удачно гармонировала белый и хром ну вот получилось так что белый низ хромированный вверх ну немножко конечно вот этого случая он маркий но то что вот хромированная поверхность с другой стороны все смесители хромированные они также мараются поэтому за ними нужен должен быть уход смеситель работает функционирует все хорошо гарантия на этот смеситель соответственно тоже есть из этой же серии смеситель на ванну идет так переключатель у него такого плана поворотный а изначально брался смеситель с переключателем ну такой дивертор который нужно дергать и фиксировать а данный дивертор он уже переключает вот таким вот образом ну заказчику показал данный способ переключения более удобный ну и соответственно смеситель тоже работает функционирует нормально ванна ванна размером метр семьдесят ширина семьдесят сантиметров данная ванна как и все что находится в данной комнате приобреталась в магазине леруа мерлин города наберной челны ну про ванну что я могу сказать ванна очень хорошая плотная жесткая при монтаже мне даже она понравилась то что такая мощная тяжелая ванна ну ничем практически не отличается от усиленной стальной ну хорошая ванна так что если вам нравится можете посмотреть данный вид ванны в леруа мерлин ну может быть оставлю ссылку на данную ванну в описании далее здесь я не стал брать экран который закрывает ванну я взял вот такой вот ну это уже соответственно заказчикам выбирали то чтобы был распашной чтобы пространство под ванной всегда было в доступе если что то вдруг нужно будет положить так как это ванна маленькая квартирка маленькая любой сантиметр свободного пространства будет очень удобен в использовании и также будет свободный доступ до сифона сифон я вот собрал вот таким вот образом с помощью канализационной трубы и сделал прямой выход прямо в канализацию то есть без гофры гофры здесь мне показалось не совершенно ни к чему лишний мусоросборник ну вот такой вот экранчик кстати удобен если кому интересно то стоит он также недорого дешевле чем сам экран который идет в комплекте с данной ванной ну кстати этот экран нужно покупать отдельно ну и обычная герметизация ванны с помощью керамических бордюров как я это делаю можно посмотреть в отдельном видео которое уже есть на канале перестройка 116 ну что ж про инсталляцию сказал смеситель с лейкой вот так вот она у нас установлена изначально было решение поставить душевую стойку ну а потом уже заказчик отказался от этой идеи и решил просто установить вот такой вот кронштейн для держателя лейки так вот здесь у нас вентилятор принудительный вентилятор который находится за стены и выходит прямо в шахту на него есть отдельный выключатель на входе так что его можно включать и выключать отдельно от света так ну что давайте еще чуть про потолок натяжной так здесь он белый глянец как я уже говорил пять точных светильников находятся на потолке и этого достаточно для того чтобы осветить данную комнату все работы производились мной лично вот с самого начала от штукатурки и демонтажа до вот завершающих этапов установки сантехники так далее ну вот еще хочу заметить здесь алюминиевый уголок который я установил на примыкание двух плит на угол наружный и он так хорошо гармонирует с этой плиткой потому что он такой же алюминиевый серого цвета кстати пока давайте здесь зеркало зеркало тоже приобреталось в Leroy Merlin вот с такой вот подсветкой по периметру смотрится очень красиво шикарно и допустим кому то если нужно будет перевести себя в порядок очень удобно когда данное зеркало имеет такую круговую подсветку выключается он путем нажатия на вот этот сенсорный выключатель так же он и включается вот то есть никаких дополнительных выключателей нет все на панели зеркала очень удобно мне понравилось если что могу даже порекомендовать в монтаже он не сложный всего на двух крючках держится и сзади у него есть отверстие чтобы можно было подключить питание а монтаж простой зеркало не тяжелое так сзади зеркало у него пластмассовый короб он не деревянный то есть не боится влаги просто иногда когда попадаются деревянные основания задние то они боятся влаги впитывая влагу они начинают разбухать в данном случае все безопасно можете спокойно устанавливать и мыться возле него так здесь я установил розетку для того чтобы можно было подключить сюда фен, зарядник ну или что-нибудь что нужно подключить к питанию так специально сделать такой со шторкой чтобы можно было закрыть когда им не пользуются ну чтобы лишняя влага в общем не попадала на данную розетку так теперь полотенцесушитель лесенка в общем он смотрится вот так вот шикарно ну всегда лесенка она смотрится шикарно выход у нас идет прямо через стену так вот у нас короны которые перекрывают полотенцесушитель вон первый вон там второй то есть в случае необходимости можно спокойно их перекрыть доступ есть все закрыто хромированными чашками нету никаких дополнительных соединений не видно труб красивое приятное и даже горячее изделие называется полотенцесушитель так ну что ж подошли мы к нашей теме это люк скрытого монтажа вот они две плиточки которые представляют собой люк за которым у нас спряталось все сердце данной ванной комнаты здесь у нас установлены счетчики здесь установлен фильтр для бойлера и для стиральной машины чтобы жизнеспособность и долговечность данных приборов продлить в разы ну очень в общем незаменимая вещь тем более здесь елабы и когда у них вода жесткая здесь очень часто бойлеры из стиральной машины выходят из строя потому что отсутствует данный фильтр а здесь у нас в общем бойлер фирмы арестон на 50 литров бак нержавейка то же самое приобретался в Леруа Мерлен город набережные Челны так в общем у нас вот розетка отдельный провод у нас идет от щитка сразу и все идет уже дальше на бойлер так далее здесь у нас вот идет колонализация здесь у нас стоит инсталляция дренаж вот дренаж от бойлера сразу идет в бачок чтобы можно было скидывать давление клапан идет уже с самим вот вода пошла вот он идет клапан уже идет с самим краном который позволяет слить воду так ну вот ладно здесь у нас закончила ну тоже люк скрытого монтажа то же самое если Руа Мерлен ну вот использовал в общем я данный люк размером он 60 на 60 ну что могу сказать нормальный люк работает правда не всегда удобно его закрывать но это как бы мелочи жизни можно привыкнуть тем более так часто использовать его не нужно так ну кстати самое самое главное это плитка в данной ванной комнате приобреталась также у Леруа Мерли проект проект данной раскладки плитки мы придумали сразу там на месте с заказчиком потом нам нарисовали данный проект на компьютере там же в отделе плитки и по этому проекту мы уже заказали ту плитку которая нам нужна нужное количество нужных цветов и оттенков так в общем вот так вот у нас это все получилось так ну затирка тут использовалась серая фирмы Церезит C40 ну на полу здесь у нас такая вот пленочка лежит чтобы защитить затирку в общем от попадания в нее грязи а плитка на полу керамграни тоже приобреталась там же в этом же магазине цена у него самая низкая скажу я вам об этой плитке которая на полу и на стене я делал отдельные видеоролики тоже есть на канале можете их посмотреть обязательно посмотрите перед тем как сделать свой выбор ну и самые интересные самое главное здесь есть теплый пол в нашей ванной комнате без него никак нельзя теплый пол он должен быть всегда и везде это самое важное когда есть плитка на полу ну и соответственно вот она розетка для стиральной машины так ну что ж на этом у меня вроде бы все теперь на этом я завершаю свой обзор данной ванной комнаты показал вам весь процесс работ которые я здесь сделал какие работы были произведены мною что я сделал как я сделал ну и вот окончательный вид моей деятельности на данном объекте так что если вам данное видео данная работа была интересно понравилось то ставьте пальчик вверх не забываем поставить колокольчик и подписаться на канал называется перестройка 116 меня зовут лена мои инстаграмы контакты и все что вам нужно и интересно находится в ссылке в описании под этим видео так что заходите смотрите и не забудьте написать в комментариях как вам такой вид ремонта хотели бы вы себе такой же ремонт и как вам вообще данная плитка ну и можете тоже так написать что вы думаете о магазине Леруа Мерлен очень интересно потому что часто меня спрашивают люди почему я выбираю магазин Леруа Мерлен для того чтобы сотрудничать с ними покупать у них материал ну и вообще так ну что ж на этом все всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале перестройка 116 буду рад вас видеть снова и пока